Ты живёшь-то без Бога? И не молишься? И не молишься, да? Так а зачем ты живёшь тогда? Как так? Бог тебя сотворил, дал жизнь, дыхание дал, глаза, а я не верю. Ты что, сам... Я мусульман, поэтому... Ну, а мусульман, так это уже вера. Мусульмане, ты не говори неверующие. А говоришь неверующие, так что, мусульманство, это не веря разве? Какой же ты мусульманин, если ты не знаешь свою книгу? Это ваша книга? Да, я знаю. Ну, ваша книга? Ну, а говоришь неверующие, зачем ты меня обманываешь-то? Ты верующий? Вот такой нет тут. Ну, так нет, у вас по-другому, у вас так молятся, я знаю. Вот такой нет тоже. А как нет? Вы молитесь, падайте ниц. А, да. И мы кланяемся. Мы молимся тоже. Вот так. Ну, у нас есть Христос, Спаситель, Который умер за нас. Иисус воскрес. У вас тоже поминается Иса. Неоткуда? Неоткуда, с кухни. Я знаю, и кухни. Хочешь спросить, где я нахожусь, да? Да нет. Ну, это город Барнаул, Алтайский край. Думаю, погода как холодная, да? Ну, да. Нынешний год какой-то так тепловатый. Градусов 7 сегодня холода всего. А вот через два дня будет 18. А было почти 40. Быть здорово. Храни вас Господь. Ищите Бога пока можно. И не говори, что ты неверующий. Ты верующий. Тебя родители ждут, чтобы ты пришел домой. А неверующие не знают, куда идти. Я знаю, у вас родители посчитают старших. Аксакал называют. Ну, давай. Слава Христу. Я ваш канал сейчас смотрю. Да. Я ваш канал смотрю. Ну и как там? Заинтересовал. Да, очень даже большой канал. Очень. А если вы зарядите... Так, послушай. Если вы зарядите через Google, сайт называется. Сайт. Запиши. Точно так же. Игнатий Лапкин. Воскресенье Библии. Сайт. Вы там найдете вообще... Я 50 книг аудио насчитанным моим голосом. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия. У меня вышли книги из печати. Там увидите 38 томов книг. Вы там все увидите абсолютно. И на 4000 я отвечаю вопросы-ответы. Там папки, 55 папок. Там вы найдете война. Это как раз вам полезно будет вопросы задавать. Вопросы заданные. Сайт называется. Сайт. Воскресенье Библии. Да, это... Нашему сайту равных нету. Вот так. Ну, давайте, смотрите. С Богом. Вопросов-то нету больше? Да нет, нет. А ваших ребят есть, нет вопросов? Так, и нет вопросов. У него есть. Есть вопросы? Нет, нету. Нет, Гаврин. Ну, ладно. А вот я вам вопрос задам. Как дела ваши? Главное, у всех. Как дела? Да мои дела вам век не нужны. Это так, пустой звук. Вы должны один вопрос задать. С чем мы можем быть полезны друг для друга, раз встретились? Ага. У каждого свой талант. У кого-то что-то не хватает. Может быть, знаний. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить самую радостную весть на земле. Да какая? Не, я говорю, здоровье, здоровье как? Ну, мне 81-й год. Еще ни одной таблетки не съел. Ни одной таблетки не съел. Дай Бог тебе здоровья, дедушка. Вообще прям. Всех благ тебе. Да слава Богу. Так у меня жизнь-то какая была. За Слово Божие меня сажали, я пять тюрем прошел, лагерь. Меня крутили, вымораживали, а я живой. Отец и выше тебя не бросит. Я верю в это. Потому что Господь послал нас проповедовать Слово Божие, что Христос умер и воскрес и ждет с покаянием. Я эту Библию знаю. Да. Батя, я сам верующий. А вы кто, христианин или мусульманин? Нет, я христиан. Ну вот. Вы, может быть, армянин, грузин? Нет, нет, нет. У меня батя русская. Ну вот. Батя русская. Батя у меня брат родной, священник. Мы строим православную деревню в Алтайском крае, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Батя, ну у меня грехов почитаю. Честно говоря, чтобы мне от одного греха избавиться, мне надо 10-15 добрых дел сделать. Нет. Делами не спасешься. За грехи в смерти. Другой нет платы. Возмездие за грех в смерть. Послание к римлянам 6-23. И поэтому Христос умер за нас. Он ответил. Теперь не надо ничего. Только упади и скажи, Господи, прости меня ради твоей жертвы. Ты умер за меня. И Господь дарует прощение. Но ты обещай никогда больше этого не делать. Да, просто бывает. Ну, я как бы, да, полностью согласен. Потому что так оно есть. Ну, бывает такое-то, что ты просишь, как бы, у Всевышнего, да, ну, прощения и тому подобное. И в итоге все равно поступаешь так же, как и делал ранее. Нет. Когда человек родится свыше, семикратно молится, мысли другие, все по-другому. Мать, у нас просто, ну, как бы, возможно, что мы еще молодые и глупые. Мы молимся тогда, когда нам тяжело. Это плохо, я знаю. Но когда тяжело, мы молимся. Ну, я знаю, знаю. Главное, это блуд. С женщинами дело имеют. Все грехи-то туда, так вот, поэтому тут в рулетке и торчат. Бать, самое главное, это душой и сердцем веровать. Да, веровать, молиться. И Господь умер за наши грехи, умер. Наши грехи отвечены уже. Он за нас распял. Наши грехи его распяли, так сказать. И поэтому обещайся. Ладно, бать. У меня время. Ну, давайте с Богом. Я? Ну, что вы вкладываете в понятие верующих? Я не читал Библию никогда. Ну, не считали, так можешь достать, если храм есть. Тем более сейчас свободно такая вероисповедание. Можете в любой православный храм зайти и купить хотя бы Новый Завет. Хотя бы отдельный Евангелие. Уже будете знать путь спасения. Эта жизнь коротенькая. А за этой жизнью другая, новая жизнь. Одни будут в аду гореть, а другие, броюдок, надо определить себя. Поэтому мы сюда пришли с великой радостной вестью, что Иисус умер за наши грехи. Наши грехи отвечены. Надо только принять, поверить в это. Он воскрес. И Он дарует прощение. Скажите, а можно быть хорошим человеком, не прочитав Библию? Ну, конечно. Достаточно быть хорошим человеком, чтобы попасть на небеса? Теперь, вы, допустим, Библию не можете достать. А вы запишите. Я сейчас дам вам бесплатно Библию. Запишите два слова. Хорошо. Я нахожусь в городе Барнолло, Тайский край. Меня зовут Игнатий Лапкин. Запишите. Игнатий Лапкин. И вот когда вы зайдете в Google, напишите. Игнатий Лапкин. Аудио. Библия. Моим голосом насчитанная. И вы сразу вспомните. Полностью вся Библия. Вот это вот. А как вы к другим религиям относитесь? Ну, как к другим? Вот, допустим, сейчас только разговаривал с одним мусульманином. Вот такая книга. Вот я показал. Ну, считайте. У меня отец мусульманин. Вот. Я говорю, прочитай. А я этим занимаюсь. Сура 5, 47, 66 аят. Что написано? Они не знают. Я говорю, написано. Мы, христиане, там написано в вашей книге. Люди Писания. И Бог, Господь дал нам инжил. Инжил – это Евангелие. И сказано, по нему поступайте. Я и поступаю. Вам сказано по своей книге. В нашей сказано. Кто будет веровать, Христа не признает спасителем. Спасения ему нету. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна, 3, 36. Евангелие от Марка говорит. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. 25 глава говорит. И пойдут они в муку вечную с сатаной, в огонь. А праведники – в жизнь вечную. Вот мы сейчас с ним поделились. У нас, говорит, тоже написано, грешники будут. Я говорю, а грехи-то как прощаются? Иисус умер за нас. Без жертвы Христа никто не спасется. Деяние 4, 12 написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. А вы его за пророка считаете? Он Бог, второе лицо Троица, он Бога-человек. Это, по-моему, в другом ответвении его считают пророком. Да ну мы сейчас долго разговаривали с одним. Патолическое, по-моему, да так? Да, маленько. Там об исхождении, филиоква называется. Скажите, а вот как вы относитесь к российской РПЦ? Да, а мы в русской православной церкви находимся. Нет, я понимаю. Как вы относитесь к тому, что лицо представителей РПЦ, самое главное, Гундеев, носит часы за несколько миллионов? Вы имеете в виду патриархи Кирилла? Да, да, да. Ну, Гундеев фамилия его. Что, у меня повеление от Бога молиться о всех. Я и молюсь. Ну, я пенсионер, мне 81-й год. Ну, вот смотрите, по телевизору показывают этого человека в часах. И он рассказывает о том, как мы, простые люди, должны верить Бога. Хотя сам ездит на яхте, есть фотографии в интернете многочисленные, живет в роскоши, в богатстве, с огромным животом. И вот на всю Россию рассказывает, что мы должны смириться с тем, что у нас есть, у нас свой путь и так далее, и так далее. Не кажется, что это какое-то лицемерие со стороны? Вы правильно рассудили. Но мне это на суде Божьем не поможет. Я о нем молюсь, Господи, вразуми его. Господи, сохрани его. Я молюсь о Путине, о Бардогене турецком, о Дональде. Нам повеление Божие. А я что буду судить-то, когда сам я бревно в своем глазе не вытащил, а сучки буду считать. Мне это не за чем. У меня пенсия за 35 лет трудового стажа, пенсия сейчас 8141 рубль, 303 копейки. И я не голодный, я ни разу не лег, не евший. А мне достаточно этого. Я для Бога должен. А как же повидать мир, посмотреть на другие какие-то места, с другими людьми пообщаться, другую культуру посмотреть? Неужели достаточно того, что у вас дома холодильник? А вот вас как звать-то? Богдан. Богдан. Это имя славянское, Богом данное. Тут толковать не надо. Так вот, послушай, Богдан, какое дело? Господь Бог, которому я верую, Он мне позволил вести занятия в пяти университетах сразу. Во всех отделах милиции и три радиопрограммы. У меня очень огромный материал. И вышло из печати 38 книг, томов. Каждая книга, 752 страницы. И дальше Господь Бог положил мне на сердце подарить книги в библиотеке. А издать нельзя. Общая издательская стоимость, если брать по первому году, как было, это 50 миллионов примерно. И мы поехали. Доехали с Барнаула до Владивостока. Потом доехали до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, север и Турцию. И подарили 650 городов библиотек на 35 миллионов. Где деньги брать? Не знаю. Только ехать. Мы помолились, и сразу же издалека люди, незнакомые нам, сразу дали деньги, и мы поехали. Трудно было. Мы ночевали, где попало. Каждый день проходили тысячу и 30 километров. Представьте, подарили мы, на 35 миллионов подарок сделали. И за границей, и здесь. Мне некогда смотреть за патриархом. Я подарил книги папе Венедиктое, Францистое и патриарху Кириллу. Мои книги видели в библиотеке у Путина Владимира Владимировича. Я, извините, вас перебью. Как вы расскажете нам, молодому поколению, которое рождается, смотрит на все, что происходит в мире, смотрит на патриарха, смотрит на других людей, приближенных к этой всей ПЦ, которая там рассказывает, что не нужно верить в медицину. Вот я молодой человек, у меня сразу отторжение от всей, вообще от религии, от людей, которые это все проповедуют, потому что они, в моем понимании, несут околесицу. Извините, сейчас я, подождите, у меня клиент, я не могу говорить. Две минутки, подождите. Ну, я коротко отвечу. Мне 81-й год. Я еще ни одной таблетки не съел. Ну, и кто я такой? Отец, я тебя знаю. Смотри. Ну, ладно. Только не ругайся, я прошу вас, пожалуйста. Не, не, не мата, не мата вообще не будет ничего. Не надо. Ну, хорошо, ты знаешь, рассказывай, кто я? Ты, отец, как же тебя назвать? А, ты знаешь, у кого на стриме сидел? У меня есть, короче, знакомые люди на стриме. Это, блин, как... Сейчас, подожди. Ну, 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 посмотри. Внимательно посмотри. Да, 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 да. Отец. Как дела у тебя? Ты просто расскажи, как у тебя дела. Ну, ладно, я буду говорить вам так. Иванов, Петров, нет? Ну, как меня звать, как звать? Меня как звать? Меня или вас? Меня, меня. А, я не помню, блин. Вы на ютубе сидите в этом, в чатру летки? Конечно, я в ней нахожусь сейчас. Не, я понял, я понял. Просто как бы, блин, и знаете, где у вас видео? Либо у Побратски на канале, либо у Мацони. Так у меня свой канал. Никакого канала нет. Свой канал? Да, моему каналу нету равных в интернете. У меня 18 тысяч 100 роликов. А, ну, ролики, может быть. Но подписчиков у вас мало. Ну, а сколько мало у меня? Ну, я, блин, честно, я не знаю. Ну, 43 тысячи 100. 43 тысячи на дороге не валяются. А просмотров 44 миллиона. Блин, отец красавчик. Не, а почему ты говоришь, что мало? Не так и мало. Уж если разобраться-то. Ну, ты извини, извини, если чем-то тебя обидим. Честное слово. Ну, смотрите. Ну, у меня-то есть еще сайт. А сайт самый крупный в мире сайт. Там 50 книг аудио моим голосом насчитано. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия. А, ну, блин, просто как бы я на вас не подписан. Я не знаю. Просто мне ваше лицо знакомо. Потому что я видел вас в чат-рулетке. Либо у Тима Мацони, либо по-кратски. Не знаю. Может быть, и видели. У меня большой YouTube. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я даже сейчас загуглю. Я даже сейчас загуглю. Поставьте. Вы запомните. Запомните. Игнатий Лапкин. Подожди, Бабя, подожди. По скайпу. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это мой канал. Сейчас, можно еще раз повторить? «Во свете Библии» канал. Напиши YouTube канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас, Бабя, подожди. Давай, давай. А, все, нашли, 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 нашли. Ну, что? Я не вижу. Покажи, покажи, повыше подними. Так, подожди. Ну, я не вижу там еще пока. Там должен картинка быть. Нет, нет, нет. Вот, православный, сайт, сайт, священник Библии, представляет мюнкальные или заготовленные книги. Да, это у меня вышло 38 томов из печати. Вот, батя, короче, смотри, вот Алиса, вот через Алису мы ищем. Да не надо, ты неправильно сделал, Алиса не нужна. Напишите, Ютуб канал. А, на Ютубе тебе надень. Ютуб канал, канал Ютуб. Хорошо, батя. Алиса не нужна нам совсем. Сейчас, батя, подожди. Давай, давай. Только не ругались, чтобы. Найди-ка Ютуб. Ютуб канал. Канал, канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Во всей мировой сети равного нашему нету по сегодняшний день каналу. По насыщенности. Сказал он найдется, все, сейчас найдем. Сейчас, да, найдете. Собрание на улице, батюшек, да? Да, и на улице, и в храме. Это будет выконало, что ли? Мы строим деревню православную. У нас очень богатый ресурс. Мы проехали 650 городов, где я подарил книги. Стой, стой, батя, подожди. Сейчас, 5 сек, подожди. Вот мы твои видео открыли. Ну-ка, покажи. Твои видео. Покажи, подожди, я посмотрю. Поближе ко мне, поближе к экрану. Так, подожди, не видно ничего. Нет, это не, что-то я не могу просмотреть. Ну, найдете. Да, но это ты идешь. Да, да, это ты идешь. Где-то, знаешь, мимо... С велосипедом, что-то там. С велосипедом, да? Да, 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 да. Мы пруды восстанавливали. Там я рыбарь. Нашли, нашли тебя. Нихуя ты, маминид. Вас как звать? Звать как вас? Меня Евгений, это Павел. Вы, Евгений, знаете, что такое? Избранный. Это мы, ну, только из Матрицы знаем обычно. Да. Не, не, батя. Подожди, подожди, батя, подожди. Я просто сейчас свое видео смотрю. Ну, они по 14 минут у тебя, да? А, вот и такое у тебя кетка прикольная, да? Красная и с синим. И ты, короче, с бородой, да, батя? Ну, а кто же? Без бороды у нас ни одного нету. Без бороды... Без бороды... Без бороды... Без бороды это подкаблучники. Без бороды подкаблучники, мужики. Почему? Без бороды... Без бороды это знак власти над женщиной. А вы, без бороды, подкаблучники. Я вот ее только не подносклил, подносклил, залал. Только не ругайся, чтобы... Я же вам не со зла говорю, а чтобы вы знали. Только давай, покажи. Закон, надо знать твои же слова? Да. Вот, вот, точно. Отвечаю, батя, нихуя. Ну-ка, сколько у тебя подписчиков сейчас? Ну, посмотри, сколько. Так, нифига у тебя сколько видео-то, дохера, батя. Да, это не, нет, не ругаться. Сколько, скажи, подписчиков. Так, ну-ка, посмотри, сколько подписчиков. Сейчас, подожди, батя. Да, давай, давай. На ютубе сколько, да, ничего. Сейчас, 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 только не тори. Сейчас, сейчас найдем, сейчас найдем, сейчас найдем. Так. Все, моя. Блин, ну просто телефон как бы не с компьютера. Батя, подожди. Так, ну, я вам скажу сколько. Ну, ну, да, ну, есть подписчики, но немного, ну, не меньше тысячи. 43 тысячи 800 подписчиков. Да, 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 ну я вижу, 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 батя. Там написано? Да, молодец, кстати. Ну, 43 тысячи, 43 тысячи, а просмотром 44 миллиона. Да, батя, ты молодец, молодец, батя. Блин, честно, искренне. Я даже не ожидал, что я встречу, я просто я сразу узнал. Я говорю, тебя где-то видим на стриме где-то. А вот, вот смотри, вот это вот видео, батя, смотри, это в какой деревне? Ты видишь или поближе сделать? Да поближе сделай. Так, подожди. А что там делают они? А вот ребятишки стоят, ты стоишь в плаще, синяя кепка у тебя, Россия, и ты рассказываешь что-то. Это в какой деревне? Я согласен. Я начальник детского лагеря, основал лагерь и был начальником его 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. Подожди, подожди, я сейчас сделал, подожди, батя. Евгений, запомни, нашему каналу нет равных. Нету. В интернете. Даже наполовину нету. Я просто, батя, сейчас смотрю твой канал, сейчас, подожди. Батя, ну ты красавчик, батя. Ну, что говорить-то? Мы же не просто играем. Представь, строим с нуля православную деревню. Нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас все оригинальное. Батя, а у тебя есть ВК? Мука? Ну, ВКонтакте. ВКонтакте ты сидишь? ВКонтакте есть. Есть везде в Твиттере, в Фейсбуке, но... А где тебе? А как тебя найти? Нет, вы зайдите на... Самое главное у меня это сайт. Через Google. Google сайт. Также Игнатий Лапкин во сети Библии. Там все мои книги. Последние четыре книги по 800 страниц стихи мои, которые на песни положены. И там у тебя есть это все ВКонтакте? Ты там доездил? Нет, ВКонтакте там администрация работает. Я туда не захожу. Там большой-большой у нас богатый ВКонтакте. Игнатий Лапкин. Просто зарядите Игнатий Лапкин и сразу найдете. Все хорошо, батя. Спасибо тебе большое. Блин, ведь я просто сразу... Ну, я тебя и видел. Так, теперь, Евгений, послушай, если вы хотите получить все от меня, вы в скайпе, скайп называется, зайдите, Игнатий Лапкин, и вы на меня сразу выйдете. С этим именем, фамилией, я один на весь интернет. А, ну все хорошо, батя, не вопрос. Так, ну все тогда, Женя, я пошел. Все, батя, удачи тебе. Вопросов нету больше? Я вам здоровья побольше, веры. Ну, спаси, Христос. Вам желаю примириться со Христом, души, что были в раю ваш, а не в аду. Спасибо, хорошо. Блин, я... Все тебе... Всего тебе самого научил, батя. Да.